Почти значит домонтировал я новое видео, а тут вдруг внепланово, раньше срока, новый выпуск на этой неделе в банже. Сижу вот сейчас в 4 ночи, завтра в 8 вставать, но надо рассказать что там и к чему. Привет страж, меня зовут Джонни Лейни и это канал Трипл Вайп, на котором тебе всегда расскажут все самые важные новости из мира игры Дестани, чего бы это не стоило. Итак, внеплановое обновление сайта, что же там такого срочного? Конечно же инфа по сезонам и наградам. Как вы знаете, грядущий пятый сезон называется Кузница, начнется уже на следующей неделе 27 ноября. Очень многих игроков волновал вопрос, а будут ли новые сезонные награды, вроде револьвера Лунный Вой или Клинок Редрикса и вот ответ. Да, нас ждет и новое оружие Гарнила, а еще новое сезонное оружие Авангарда и новое сезонное оружие Гамбита. В общем, банже услышали недовольство о том, что у пвпшеров есть особые пушки, а у меня, фаната налетов и истребителя первобытников, нет. И довольно оперативно добавили такое оружие для каждого режима. Насколько оно кажется крутым, судить пока рано, но перки очень даже обещают симпатичные. Получить оружие это будет немного проще, чем трофей Гарнила, но для этого все равно потребуется немало выдержки и твоего свободного времени. Теперь давайте подробнее о каждой из наград. Для начала оружие Авангарда. Нас ждет новый рискин главного ингредиента, который называется Каверзный Вопрос. Уникальный перк Каверзного Вопроса – Заряженный Залп. При полном заряде батареи следующий залп наносит дополнительный урон, а враги взрываются после смерти. Звучит довольно круто. И думаю, что несмотря на то, что пушка вроде как для пвешеров, использовать ее с таким перком в Гарниле получится ничуть не хуже, чем в тех же налетах. Все зависит от скорости заряда и еще кучи факторов, но если вы фанат плазменных винтовок, ставьте себе в расписание срочный поход за этой добычей. Как ее получить? Через поручение у Завалы, прямо как у Шакса на Лунный Вой. Выполняйте несколько заданий. Совершите 500 убийств из плазменных винтовок в любых налетах, как простых, так и сумрачных. Затем совершите 1000 убийств энергии молнии и в общем завершите 40 простых или сумрачных налетов. Все этапы могут выполняться одновременно, то есть пока вы набиваете убийства в налетах, вам капает прогресс в отсчет 40 налетов для третьего этапа. Если вы частенько формите налеты, сумрачные налеты, у вас это поручение выполнится само собой. Просто не забудьте взять карточку у Завалы в начале сезона и можете не париться. Просто в налеты нужно будет чаще ходить с плазменными винтовками. Идем дальше. Гарнила. Новая награда в Гарниле. Горная вершина. Облегченный гранатомет в первый слот. Ну, это для того, чтобы вы могли сочетать его с лунным воем, конечно же. Уникальный перк горной вершины. Микроракета. Снаряды, выпускаемые из этого оружия, летят строго по прямой траектории со значительно увеличенной скоростью. Также снаряды гранатомета взрываются при столкновении с препятствиями. Они отталкиваются от них, как к обычной гранаты. Короче говоря, этот гранатомет, который стреляет туда, куда ты целишься, а не как путешествие к окраинам стреляет туда, куда хочет именно путешествие к окраинам. Разработчики также уверяют, что это оружие многофункционально. Для любителей расставить ловушки, гранатомет оснастили гранатами-липучками. Звучит клево. Как я уже сказал, можно неплохо сочетать с лунным воем и использовать его для боя на дальней дистанции при выходе на более одного или двух соперников. Как заработать горную вершину? Как пишут разработчики, это оружие не даром носит такое название. Ведь выполнить поручение будет непросто. Как будто хоть одна пушка в горниле добывалась просто. В этом сезоне выполнить некоторые этапы поручения можно в несостязательном плейлисте, но задание будет выполняться быстрее, если играть все же в компеты. Чтобы получить оружие, вам также нужно будет достигнуть ранга славы героизм. Это все те же 2100 в состязалке, как на лунный вой. Ну а вот остальные этапы. Как видите, нам пора готовиться к армии гранатометчиков в горниле. Их с 27 числа будет что в компетах, что в квиках просто дофига. Ну а теперь к третьей награде, сезонному оружию гамбита. Я обожаю этот режим, хоть и уже и подташнивает после многосуточного фарма химеры. Надеюсь, что хоть карты новых подвезут в грядущем сезоне и спауны починят. Наградой от скитальца станет автомат Шейелом. Да, Шейелом, рили, такое вот название. Уникальный перк Шейелома называется Штурм. Скорострельность этого оружия будет увеличиваться при накопленном буйстве. По замыслу авторов, автомат должен стать главным оружием гамбита. Ведь там важно быстро избавляться от больших групп врагов. Поэтому бонус этого оружия тесно связан с бонусом буйства. Звучит интересно? Мне опять-таки кажется, что в быстрых матчах горнила этот автомат тоже вполне себя может проявить. Ну а пока готовься, Страж, учись играть в гамбит. Скоро для тебя статью напишем в группе. Да, Сёма? Как заработать Шейелом? Также через поручение от скитальца, этапы которого, как и у завалы, выполняются параллельно. Совершите 500 убийств из автомата. Совершите 100 множественных убийств из автомата. Уничтожьте 150 сильных врагов. Имеется в виду мощный моб с желтым или оранжевым холсбаром. И завершите, в общем, 40 матчей гамбита. Изи. Самое главное, что все эти поручения наконец-то привязаны не к персонажу, а к аккаунту. А значит, чтобы получить ту или иную пушку, вам не надо ломать голову, на каком персе вам брать поручение, чтобы потом только им гонять в горнила или гамбит. Просто берите все три поручения в начале сезона и играйте на всех персах, выполняя задания. Элементарно же. Вот почему нельзя было так сразу? С луной запаривался просто. Вот такие награды нас ждут. Пишите, какую пушку из трех вы будете получать в первую очередь. А я пока прощаюсь. Должен сказать, что стримов в ближайшее время не будет. Думаю, что увидимся с вами уже в новом сезоне. Так что прощаюсь с вами. Полетел праздновать свою дырешечку, знаете ли. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok